Подкуп избирателей и полный фарш админресурса. И это не о прошлом, это о настоящем. О чиновниках-хамелеонах в Одесской области подробнее наши корреспонденты. Ивановский район Одесской области. После столичного Евромайдана чиновники здесь резко перекрасились. Пригодился и опыт, накопленный за годы работы. Все те штабы, которые работали на парке региона, изменена табличка на дверях. Со всех сторон общественникам приходят сигналы о применении админресурса. Главары администрации Наталья Бянова собирают у себя бюджетников. Директоров школы, учителей, врачей давят, чтобы те агитировали людей за нужного кандидата. На рабочем месте Бянову мы не застали. Срочно уехала в командировку. Как только узнала о нашем приезде. Поймали зама по социальным вопросам. Но мы не проводили агитацию. У нас не было такого. Так ли это? Выходим спросить на улице Ивановки. И вот ответ первого встречного. Директоров школы выживают, общаются. Сельхозпредприятия за правильного кандидата. И еще один пример уже более изощренного применения админресурса. В том же районе сотрудники госпредприятия за бюджетные деньги ремонтируют дорогу. А на жилетках у них, да, агитация за того же провластного кандидата. И чиновники этого будто бы не замечают. А вот пример подкупа избирателей. По селам возят газовые баллоны, но продают их не по коммерческой цене, а вдвое дешевле. Ну и, конечно же, на баллоне наклейка от того же кандидата. По словам местных общественников, поведение чиновников объяснимо. Таким образом, они пытаются избежать люстрации, получить индульгенцию за грехи будущие, согласно закону о люстрации. Председатели практически всех райадминистрации Одесской области, в том числе и Наталья Бянова, должны покинуть занимаемые должности. И они их покинут. Остаться в нагретых креслах им не позволят ни люди, ни мы. Григорий Иванов, Виктор Соколов. Подробности телеканал Интер.